Всем доброе утро! Сегодня вторник, 28 сентября. В эфире Финверсия ТВ, а с вами Анастасия Демьянец. В этот день Банк Японии проводит заседание Комитета по кредитно-денежной политике. Национальный банк Новой Зеландии представляет прогноз активности, а Резервный банк – индекс делового оптимизма. В Австралии выходят показатели розничных продаж, в Германии публикуют индекс потребительского доверия от JFK, во Франции – уровень доверия потребителей, а в Швеции – торговый баланс. В США выходит индекс цен на жилье, баланс торговли товарами, показатель розничных продаж Redbook, уровень доверия потребителей и показатель деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Американский нефтяной институт отчитывается о запасах нефти прошлой недели. Сегодня в нашем выпуске глава МВФ обвиняет офис бывшего президента Всемирного банка в манипуляциях. В Британию ожидают суровая зима, а рост цен на энергоносители опаснее пандемии. Обо всем по порядку после короткой рекламы. Для тех, кто интересуется комфортными возможностями, попробовать пассивные инвестиции. В линейке управляющей компании «Промсвязь» пять открытых паевых инвестиционных фондов. Минимальная сумма вложений – 1000 рублей. Потенциальная доходность фондов выше ставок по банковским вкладам. Если владеть паями не менее трех лет с даты приобретения, можно не платить НДФЛ с дохода от погашения паев. Ссылка на сервис управляющей компании «Промсвязь» в описании под этим видео. Глава МВФ Кристаллина Георгиева раскритиковала выводы независимого расследования о том, что она оказывала давление на персонал, якобы чтобы манипулировать данными для повышения рейтинга бизнес-климата в Китае. В заявлении, которое она планирует представить Исполнительному совету Международного валютного фонда, Кристаллина Георгиева в ответ обвинила офис бывшего президента Всемирного банка Джим Йон Кима в манипуляциях. По ее словам, она стремилась всего лишь заблокировать предложение сотрудника команды Кима о включении данных Гонконга в рейтинг Китая в отчете Всемирного банка Doing Business 2018, что значительно улучшило бы его положение. Всемирный банк на прошлой неделе опубликовал отчет о расследовании, проведенном юридической фирмой Wilmer Hell. Выяснилось, что руководители банков, включая Георгиеву, оказывали необоснованное давление на персонал с целью изменить данные в пользу улучшения рейтинга Китая в отчете ведения бизнеса, в то время как банк искал поддержки Китая в увеличении капитала. Георгиева, являющаяся на момент исполнительным директором Всемирного банка, публично раскритиковала расследование, но и подробно рассказала об этой ситуации в своем заявлении Исполнительному совету МВФ, копию которого в пятницу увидела агентство Reuters. Она сказала, что результаты расследования содержат ложную инсинуацию, что мои коллеги и я во Всемирном банке повысили бы положение страны в рейтинге ведения бизнеса в обмен на финансовые обязательства, чтобы было ясно, ничего подобного не происходило и никогда не случится под моим руководством, сказала она. Георгиева также сказала, что ее усилия по предотвращению включения данных по Гонконгу в рейтинг Китая продемонстрировали ее озабоченность в сохранении целостности данных Всемирного банка. Болгарский экономист, первый человек из развивающейся страны, возглавивший Всемирный банк, столкнулась с призывами к отставке по этому поводу, хотя бывшие коллеги высказались в ее поддержку. Правление МВФ соберется во вторник, чтобы заслушать первоначальный отчет своего комитета по этике, и согласилась вскоре встретиться снова. Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максим Уотерс в пятницу заявила, что выводы, детализирующие неправомерное влияние Китая на Всемирный банк и роль Георгиевой в манипулировании данными по указанию правительства Китая являются крайне тревожными. Это подорвало репутацию Всемирного банка, а также поставило под сомнение нынешнее руководство МВФ, где целостность данных имеет решающее значение для его миссии, где чрезмерное влияние любой корыстной силы может поставить под угрозу стабильность глобальной финансовой системы, сказала Уотерс. Нынешний президент Всемирного банка Дэвид Малпас сказал, что результаты расследования в Уилмер Хелл говорят сами за себя, но не дал более подробных комментариев. Значительная нехватка водителей и грузовиков привела к срыву поставок топлива и товаров в Великобритании. Сообщается, что в попытке стимулировать людей идти на эту работу, некоторые работодатели предлагали заработную плату до 70 тысяч фунтов стерлингов в год с дополнительными бонусами в размере 2000 фунтов стерлингов. Выступая в четверг перед ITV News, министр Великобритании по делам малого бизнеса Пол Скалли предупредил, что это будет тяжелая зима для людей. Однако представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил ранее на этой неделе, что в Великобритании нет недостатка в топливе и люди должны продолжать покупать газ в обычном режиме. Он также охарактеризовал цепочку поставок продуктов питания в Великобритании как очень устойчивую, но признал, что некоторые отрасли и предприятия сталкиваются с проблемами. Поскольку запасы некоторых товаров первой необходимости сократились, появились даже сообщения о пустых полках и длинных очередях из автомобилей у заправочных станций. В пятницу в интервью BBC министр транспорта Великобритании Гранд Шепс сказал, что люди должны продолжать покупать бензин в обычном режиме, добавив, что для разрешения проблемы с грузоперевозками могут быть привлечены военнослужащие, если это, конечно, поможет ситуации. Нефтяной гигант BP подтвердил в пятницу, что он временно закрыл несколько своих заправочных станций в Великобритании из-за нехватки неэтилированного бензина и дизельного топлива. По словам Яна Райта, исполнительного директора Федерации продуктов питания и напитков Великобритании, производители продуктов питания и напитков в стране испытывают такую же серьезную нехватку в рабочей силе, как и те, которые наблюдаются в цепочке поставок продуктов питания. Нам нужно, чтобы правительство срочно провело полное исследование состояния рынка труда, чтобы понять самые насущные проблемы, сказал он в заявлении, отправленном по электронной почте. Например, рабочие могли бы вернуться в свои страны проживания во время изоляции и не вернуться назад. По некоторым оценкам, эта цифра превышает миллион, если не предпринять быстрых действий и последствия, которые мы уже наблюдаем, усугубятся. В последние дни серьезная нехватка углекислого газа в Великобритании вызвала опасения, что производство продуктов питания сильно пострадает из-за невозможности перевозки продуктов по всей стране. Американский производитель CO2 Safe Industries недавно закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок в стране, обвинив в этом стремительно растущие оптовые цены на газ. Хотя правительство Великобритании заключило с компанией соглашение о возобновлении производства, BBC сообщило, что пищевая промышленность страны может в конечном итоге заплатить в пять раз больше за газ в соответствии с соглашением. Энергетические компании также оказались под давлением. По крайней мере, семь поставщиков потерпели крах с августа, после того, как цена на природный газ выросла на 250%, менее чем за 9 месяцев. По данным Энергетической торговой ассоциации Oil & Gas UK, только с августа по сентябрь цены выросли на 70%. В Великобритании действуют ограничения на максимальные цены по оплате энергии, которые поставщики могут взимать с потребителей. При этом предельные значения цен пересматриваются правительством каждые шесть месяцев. Рост спроса после карантина, нехватка рабочей силы и предложения в результате полного выхода Великобритании из ЕС в начале этого года – основные факторы, стоящие за нынешним кризисом. Во время телефонного разговора CNBC в пятницу Яэль Селфин, главный экономист КПМГ UK, заявила, что не похоже, что хаос с поставками в стране будет полностью решен до зимы. По словам экономиста, на устранение нехватки рабочей силы может потребоваться как минимум шесть месяцев. Тем не менее, общий прогноз Селфин для экономики Великобритании оставался позитивным. Даже с учетом дополнительных потрясений у нас может быть более слабый рост, но мы по-прежнему ожидаем роста на 6,2% пункта, сказала она. Обратите внимание, завтра в 12.00 по Москве будет озвучен индекс делового оптимизма в промышленности в еврозоне. Свежие данные могут повлиять на положение евро и открыть возможность заработка на его движении. Портал finversia.ru – это финансовая версия происходящего в мире экономики. Нестабильность цен на энергоносители может превзойти текущие проблемы с поставками в мировой экономике из-за пандемии COVID-19. Так считает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. На зону евро, как и на многие другие регионы, повлияли сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией коронавируса и последующими социальными ограничениями. Например, немецкая автомобильная промышленность столкнулась с трудностями, вызванными нехваткой полупроводников. Однако рост цен на энергоносители и его влияние на показатели инфляции может быть гораздо более долгосрочной проблемой для региона. Об этом заявила Кристин Лагард в эксклюзивном интервью CNBC. «Все встанет на свои места, когда будут выявлены новые источники поставок», сказала она, охарактеризовав текущую экономическую ситуацию как период адаптации. «Энергия будет тем вопросом, который, вероятно, останется с нами надолго, поскольку мы также переходим от ископаемых источников энергии и стремимся в меньшей степени на них полагаться», сказала Лагард. «Еврозона борется с нехваткой природного газа, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей. Некоторые правительства, особенно Испания, Греция и Франция, начали вмешиваться в ситуацию на рынке, чтобы компенсировать экономический ущерб гражданам. Однако существует довольно много неопределенностей относительно продолжительности этого ценового давления на рынке энергоносителей и того, что они в конечном итоге будут означать для инфляции в регионе, в котором существует 19 стран-членов». Некоторые отослевые эксперты предположили, что недавний скачок цен, особенно на природный газ, был усилен новой климатической политикой ЕС и является последствиями более широкого продвижения к переходу к возобновляемым источникам энергии. Глава ЕС по климату Франц Тиммерманс настаивает на том, что рост цен не является виной евроблока. «Только примерно пятая часть роста цен может быть связана с ростом цен на СО2», заявил он Европейскому парламенту ранее в этом месяце. Остальное происходит из-за дефицита на рынке. Инфляция станет более стабильной в следующем году, поэтому основная задача ЕЦБ – работать над стабильностью цен, определяемой как целевой показатель инфляции в 2%. Сильные колебания потребительских цен увеличивают вероятность монетарных действий со стороны центральных банков. Это стало большой темой для наблюдения за ЕЦБ, поскольку в последние месяцы потребительские цены неуклонно росли. Фактически инфляция достигла 10-летнего максимума в августе и в ближайшие месяцы, вероятно, ее дальнейшие всплески. «Что верно, так это то, что мы пересматривали в сторону повышения многие из наших прогнозов за последние три квартала. Дела идут быстрее, и это, вероятно, в отношении роста инфляции и занятости. Так что в некотором смысле это хороший набор новостей, потому что это означает, что наши экономики реагируют», – сказала Лагард. «Но, конечно, это вызывает трение», – сказала она. «Это узкие места, те цепочки поставок, которые были нарушены из-за пандемии, где повторный запуск механизма потребует времени. Мы надеемся, что рост занятости продолжится, а безработица снизится. Что касается цен, мы думаем, что в следующем году произойдет возврат гораздо большей стабильности, потому что многие из причин повышения цен являются временными», – продолжила Лагард. Ранее в этом месяце ЕЦБ оценил уровень инфляции на конец года в 2,2%. Затем ожидается, что этот показатель снизится. Пересмотренные прогнозы должны быть опубликованы в декабре. Хотя ЕЦБ утверждал, что более высокая инфляция является временным явлением, некоторые эксперты говорят, что некоторые из этих повышений сохранятся. В этом контексте ЕЦБ решил в начале этого месяца замедлить покупку облигаций в период пандемии. Однако Лагард объяснила, что это не традиционное сокращение, а просто корректировка политики. Тем не менее, на рынке много ожиданий относительно того, что ЕЦБ будет делать сейчас в отношении своей денежно-кредитной политики, а также политики ФРС. В Соединенных Штатах официальные лица Федеральной резервной системы подтвердили в среду, что сокращение покупок облигаций произойдет в ближайшее время. Центральный банк США сталкивается с аналогичным давлением со стороны ЕЦБ, при этом темпы инфляции также растут, а экономические настроения в целом улучшаются. Если вы еще не подписаны на канал Финверсия ТВ, то обязательно сделайте это прямо сейчас. И не забывайте ставить лайки и оставлять ваши комментарии, ведь все это помогает нам делать выпуски лучше и информативнее. 1 октября в 19.00 по Москве инвесторов по осени считают. Конец 2021 года на фондовом рынке. Инвестстрим Яна Арта. Вызовы осени 2021 года на фондовом рынке. Прогнозы и трейдерские версии. Проводим инвентаризацию. Что в макроэкономике инвестор должен иметь в виду прежде всего? Фондовые рынки США и Европы. Сравнение ситуации и как курс доллара может влиять на рынки. Интересные направления и имитенты. Ну а полный календарь эфиров вы сможете найти в описании под этим видео. Информационный портал finversia.ru – это финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Три кита инвестиций. Авторский учебный курс Алексея Бочарова для начинающих и практикующих частных инвесторов. Курс включает три модуля. Облигации, портфель, фундаментальный анализ и специальный модуль, посвященный хеджированию и страхованию рисков инвесторов. Общее время обучения около 40 часов. Количество участников в одной группе до 15 человек. Авторы ведущей курса – управляющий партнер инвестиционного партнерства АБТРАСТ Алексей Бочаров. Стоимость курса – 55 тысяч рублей. Для зрителей и читателей finversia.ru специальная цена – 44 тысячи рублей. Ссылка на учебный курс «Три кита инвестиций» в описании под видео. Продолжение следует...